Всем привет, друзья! С вами Federal Region, и сегодня мы узнаем, как работает стоп-кран в поезде. Все мы видели в поездах ручки, на которых написано «Стоп-кран». Многие из нас были свидетелями, когда кто-то его дергал, отдельные личности даже сами его использовали по назначению. Но что же происходит, когда ручка стоп-крана опускается? Давайте разберемся. Стоп-кран входит в систему пневматических тормозов. На обычных поездах используется одна из разновидностей, а именно автоматический непрямодействующий тормоз. Понятно, да? Ладно, в чем суть? Давайте посмотрим схему. Это у нас компрессор, который нагнетает воздух в главный резервуар и во всю систему. По трубам воздух идет к машинисту, который с помощью своего крана может управлять тормозами, выпуская воздух в атмосферу. Он также видит, какое давление в магистрале. Обычно это около 5 кг. Дальше, через весь состав, воздух идет через все вагоны, в каждом из которых есть запасный резервуар. Именно запасный, а не запасной, служит не на случай отказа главного, а запасный, в смысле, запасает воздух. Это важно. Он заполняется через воздухораспределитель. Через него же тормозной цилиндр соединен с атмосферой. И пока на поршень в тормозном цилиндре не давит воздух, колодки не прижимаются к колесам. И, конечно же, в каждом вагоне есть стоп-кран, который, как и кран машиниста, может выпустить воздух в атмосферу. Например, кто-то опускает стоп-кран или машинист тормозит своим краном. Воздух начинает выходить в атмосферу и при этом во всех воздухораспределителях падает давление с левой стороны. Воздух из запасных резервуаров давит на поршень и сдвигает золотник. Теперь на тормозный цилиндр давит воздух под давлением и колодки прижимаются к колесам. Происходит торможение. Таким образом, получается, что любое падение давления в такой системе автоматически тормозит весь состав. Если же после срыва стоп-кран его не поднять наверх, то заполнить систему воздухом будет невозможно. Все, что будет нагнетать компрессор, будет уходить в атмосферу. Пояс будет стоять до тех пор, пока стоп-кран не поднимут вверх и через компрессор в магистрали не будет достигнуто рабочее давление. Кстати, если по какой-то причине отсоединяется состав, рукав, через который идет воздух между вагонами, расцепляется и давление также падает. Поезд останавливается. И пару слов про шутки о том, какого цвета стоп-кран в самолете. На самолетах действительно есть стоп-кран, который служит для перекрытия подачи топлива в двигателе. Естественно, он расположен в кабине пилота и недоступен для пассажиров. Зачастую окрашивается в красный, либо какой-то иной яркий цвет. Друзья, если вам понравился ролик, ставьте лайк. Если хотите больше всякого интересного, подписывайтесь на канал. А с вами был Федер Ориджин. Всем пока.